Через считанные часы в Нью-Йорке состоится полуфинальный поединок Гран-при Беллатр в тяжелом весе между американским гангстером Чейлом Сонаном и бойцом из России, легенды Прайда и планеты Земля Федора Емельяненко, который постарается перед тем, как закончить свою карьеру, хлопнуть дверью и выиграть этот турнир. В этой серии из двух выпусков я предлагаю вам вспомнить Гран-при Прайда 2004 года, в котором также участвовал Федор, но тогдашний состав был куда более устрашающий. В 2004 году в Японии стартовало грандиозное событие для всего ММА, сумасшедшее по составу участников Гран-при в тяжелом весе, в котором участвовали 16 элитных бойцов, многие из которых будут на слуху и в памяти еще не один десяток лет. В этих рядах присутствовал Мирка Крокоп, Кевин Рендлман, Марк Колман, Сергей Харитонов, Антонио Родриго Нагейра, Сэмми Шилд и многие другие, о которых мы уже будем вспоминать по ходу турнира. Что же относительно нашего главного героя Федора Емельяненко, то именно в этом гран-при он должен был пройти настоящую проверку на прочность и доказать, что не зря является чемпионом Прайда в тяжелом весе. Первый этап прошел 25 апреля на Сайтама арене и получил название Total Elimination. Этот турнир приковал к себе нешуточное внимание, собрав более 42 тысяч зрителей и нисколько не оставил их разочарованными, так как из 8 поединков первого этапа абсолютно все были завершены досрочно, а это всегда встречается болельщиками на ура. В первом поединке встретились Яшики Такахаши по прозвищу Каннибал, который всю свою карьеру выступал в Панкрайс и зарекомендовал себя как боец с остальной волей и характером, сражаясь с самыми лучшими бойцами, такими как Бас Рутон и Кен Шемрак. Его соперником на этом этапе стал Хит Херинг по прозвищу Техасский Бешеный Конь, который своей эпатажностью всегда умел привлечь внимание японской публики, падкая на таких колоритных персонажей. В этом поединке все споры разрешили Спартери, поначалу Япония вхолачивала жесткие колени в голову американцу. Херинг из Гарда начал наносить десятки тяжелых амерфистов, от которых бесстрашный японец даже не пытался прикрывать. Что и привело к нокауту уже на пятой минуте встречи, после которого Хит стал первым бойцом, прошедшим во вторую стадию турнира. Во втором поединке вечера зрители увидели выступление десантника из России Сергея Харитонова, который был только в начале своего пути в ММА и имел рекорд 7-0. При этом Сергей до этой встречи из всех своих соперников останавливал досрочно. На этом этапе гран-при его соперником стал бразильский боец из академии шута бокс Мурила Хуа по прозвищу Ниндзя, который ради участия в этом грандиозном соревновании стремительно поднабрал вес, но в этом поединке все равно значительно уступал россиянину в габаритах. В начале боя бойцы устроили размен ударами, но после красивого подхвата от Сергея поединок перешел на канвас. Сергей смог финишировать бразильца на пятой минуте встречи. Одно из попаданий россиянина серьезно потрясло Мурила, после чего шансов на выживание у него уже почти не было и он был уничтожен. После добивания от Харитонова. Таким образом Сергей стал вторым бойцом прошедшим во второй этап гран-при тяжеловесов, при этом сделал это крайне эффектно нокаутировав Мурила. Третий поединок ознаменовался настоящей битвой гигантов, а в Японии всегда по-особенному относились к такого рода фрик-поединкам. Одним из действующих лиц являлся гигант Сильва, рост которого составлял 218 см и он будучи профессиональным баскетболистом-олимпийцем решил попробовать что-то новое и так его занесло поначалу в прорестлинг, ну а затем и в настоящие бои. Его соперником стал Генри Миллер, сумоист, для которого этот бой являлся дебютным в ММА. При этом на двоих бойцы весили более 300 кг, а разница между ними составляла 38 кг в пользу гиганта Сильвы. В этой битве титанов Генри сумел перевести бразильца на настил, но Сильва, благодаря своему размаху рук, лежа на спине, был даже более опасен. Генри решил занять более выгодную позицию и перешел в боковой контроль, но там его ждал сюрприз в виде Кимурой, который провел гигант и заставил постучать сумоиста. В следующем бою зрители снова увидели еще одного великана, но куда более узнаваемого и звездного, в отличие от Сильвы. Сэмми Шилд, каратист и кикбоксер из Голландии, который из-за своего роста в 213 сантиметров получил прозвище небоскреб. И 2004 год стал отправной точкой для Шилдов К1, где он впоследствии сумел четырежды выиграть мировое гран-при и вписать свое имя в историю, как один из величайших кикбоксеров. Противостоял Сэмми еще один гигант по прозвищу Гигант Ган МакГи, рост которого составлял 208 сантиметров, а рекордный момент поединка 12-3. При этом он сражался с Сильвей за титул чемпиона UFC и проиграл, после чего и уехал в Японию. Ган, будучи отличным борцом, решил искать счастья в партере. Он сумел занять фуллмаунт и в неспешной манере разбивал голландца хаммерфистами. Но спустя пять минут поединка Сэмми смог выбраться из сложнейшего положения и провести рычаг локтя, который позволил небоскребу пройти следующий этап гран-при, где его соперником впоследствии стал Сергей Харитонов. В пятом поединке вечера на ринг вступил Наоя Нагава, местный боец, за спиной которого стояла вся Япония. Нагава до того, как дебютировать в ММА, имел блестящую карьеру в дзюдо. Он являлся серебряным призером Олимпийских игр в 92-м году в Барселоне, а также принес Японии 7 медалей чемпионатов мира, 4 из них золотых и 3 бронзовых. Этим вечером японцу, чтобы пройти в следующий этап гран-при, необходимо было устранить именитого кикбоксера Стефана Лека, который взял перерыв в выступлениях по кикбоксингу и решил попробовать себя в ММА. Стефана Лека Лека на канва с мощным попаданием и затем, немного там его помучав, провел удушающий через руку, финишировав соперника уже на второй минуте встречи. Стефан Лека провел еще два боя по правилам ММА и оба проиграл, после чего вернулся к выступлениям по кикбоксингу. А местный любимец прошел в следующий этап, где его соперником стал гигант Сильва. Далее пошла тяжелая артиллерия в виде поединка хорватского полицейского Мирка Крокопа и бывшего чемпиона UFC монстра Кевина Рэндлмана. Мирка к тому времени уже переключился полностью на ММА, оставив на время кикбоксинг и благодаря Фабрисию Абердуму хорошо поработал над своим партером. Так что к этому бою он подходил в качестве явного фаворита, а его рекорд в ММА составлял 9-1-2, при этом проиграл он только Нагерри Армбаром. Что касаемо монстра, то он шел на серии с двух поражений подряд, Квинтону Джексону и Казуши Сакураби, так что для Кевина этот поединок был крайне важен и победа нужна была как воздух. Монстр с первых же секунд ринулся на Мирка, пытаясь перевести хорвата на канвас, так как его шансы в стойке против Крокопа были очень туманны. На второй минуте боя Мирка пропустил бомбу на скачке от монстра, которая похоронила все перспективы Крокопа в этом гран-при и выбила фаворита турнира уже на первой стадии. А Кевин сумел удивить, совершив апсет и переиграв Мирка в его же игре, после чего прошел в следующую стадию гран-при. В предпоследнем поединке вечера на ринг вышел легенда Прайда и будущий член Золослава UFC Антонио Родригона Гейера. Бразильский боец был первым чемпионом тяжелого веса в организации, но после прихода Федора потерял чемпионство в очной встрече, проиграв решением судей. Но впоследствии в поединке с Мирка Крокопом Нагейера стал временным чемпионом, финишировав Хорват армбаром. Кроме поражения Федору, Нагейера проигрывал только Дену Хендерсону, при этом имел 21 победу на различных турнирах и соревнованиях. Противостоял легендарному бразильцу непобежденный японский борец и дзюдоист с общим рекордом в ММА 10-0 Хиротака Якои. В этом бою поначалу события развивались очень успешно. Поединок проходил в упорной борьбе, как в клинче, так и в партере. Но под конец раунда Нагейера уже имел преимущество за счет своего бокса. В начале второго раунда японец попытался перевести Нагейеру в партер, но при попытке тейкдауна попался на прием анаконда, которым и был финиширован. А Антонио прошел следующую стадию гран-при, где по итогам жребия его соперником стал Хит Херинг, которого бразилец уже бил ранее. В главном событии вечера на арене появился чемпион, последний император Федор Емельяненко, который перед тем, как подписаться в Прайд, также становился и чемпионом Ринкс в 2001 году. По прибытию сумел одержать две победы и получить титульник против Нагейеры, которого победил решением. После этого одержал еще четыре победы в различных организациях и подходил к турниру гран-при с рекордом 17 побед и одно досадное поражение в Ринкс от Сиоши Касаки. На этой стадии турнира его соперником стал член зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжелом весе Марк Колман по прозвищу Молот, который помимо этого выигрывал гран-при 2000 года в Прайде, а на момент этого поединка его рекорд составлял 13-5. Марк в самом начале поединка сумел перевести Федора в партер, при этом занять очень выгодную позицию со спины, после чего была неудачная попытка задушить императора. Следующий перевод в партер для Марка стал фатальным, так как Федор сумел подловить молота на ошибки и провести рычаг локтя, после которого Колману ничего не оставалось делать, как постучать в знак сдачи. После финиша Марка Федор стал последним участником следующей стадии и на втором этапе его соперником стал товарищ Колмана, монстр Кевин Рендалман, который в случае победы мог расквитаться с императором за поражение своего старшего товарища. Помимо этой пары Сергей Харитонов попал на Сэми Шилта, на Гейра на Херинга, а на Гава на Гиганта Сильвы. Так что ставьте лайк, если вам понравился мой обзор и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить второй выпуск, посвященный этому турниру, который совсем уже не за горами. А также пишите в комментариях, кто что думает по поводу Федора и его шансов в поединке с Чейлом Соненом. Сможет ли Федор пройти гангстера и каким образом он это сделает? Федора Федора